387 тысяч рублей будут направлены в детскую школу искусств села Воскресенская Саратовской области. Помочь талантливым детям удалось при помощи благотворительного проекта «Творческая галерея». Уже четвертый год организатором проекта выступает команда «Кит-медиа-холдинга». Вообще мы задумали помочь каждой сельской детской школе искусств. Шести школ нам уже удалось помочь. Впереди у нас много работы, много планов для того, чтобы охватить и уделить внимание каждому талантливому ребенку, который живет в сельской местности, который занимается и любит изобразительное искусство, творчество, вообще искусство. И мы не остановимся, будем этим заниматься. Все начиналось с поддержки ребят из села Святославка. За прошедшее время неравнодушной команде единомышленников удалось собрать около двух миллионов рублей для шести региональных сельских школ искусств. Почти 200 детей, получив адресную помощь, теперь имеют возможность развивать свой талант. Эта идея лежит не на поверхности. Это очень мало, к сожалению, потому что сосредоточены на помощи тяжело больным. Это очень важно, очень важно. Но нужно понимать, что помощь нужна иногда тем людям, которым кажется, что она не нужна. На самом деле, очень важно, когда мы все объединяемся и даем этим людям шанс добиться чего-то в жизни, развить свой талант. Это очень сложно без нашей с вами поддержки. И спасибо вам большое, что вы в том числе сегодня здесь с нами. Презентация четвертого этапа творческой галереи стала самой сложной, рассказывают авторы проекта. Пандемия внесла свои коррективы. Формат мероприятия был смешанным в формате онлайн и офлайн. Но, несмотря на трудности, идея благодоворительного арт-проекта получила масштабную поддержку от столичных звезд, артистов, музыкантов и художников. Сегодня я хочу представить на онлайн-аукцион ТВ галереи «Лот», который очень важен для меня. Детской мы работаем. Это Олимпийка, в которой я очень много выступала. Картина, написанная мной. Вот такая книга замечательная. Я уверен, что мои аукционные презенты вам помогут быть успешными и счастливыми. Мы, Хордурецко, вас любим. И напоминаю, что все средства пойдут на поддержку сельской школы искусств Саратовской области. Ведущим благотворительного вечера стал известный актер театра и кино Андрей Ургант. Говорит, когда услышал, что нужно помочь детям, согласился, не раздумывая. Я положительно отношусь к такого рода проектам, потому что они помогают детям. Я много-много раз принимал участие в благотворительных проектах в качестве ведущего мероприятия, и в качестве аукциониста. И всегда вновь были довольны, потому что я веселый, открытый человек. Я несу только добро, положительные эмоции. Но, во всяком случае, мне так кажется. Мы из команды «Гидмедиа Култинг» считаем идею помощи талантливым детям очень нужной и очень важной. В какой-то степени мы даже считаем это своей миссией. И я очень надеюсь, что сегодня вы вдохновитесь этой идеей не меньше, чем вдохновлены ей мы. Мы этим занимаемся уже очень давно, с 2017 года, 2004 год. И хотим, чтобы вы точно так же, как и мы, прониклись этим проектом и тоже захотели бы помогать талантливым детям. Все начинается с 5 тысяч, это самое в целом, в основном все лоты и шагов, зона 1 тысяча. Итак, 9 тысяч рублей, 2, 9 тысяч рублей, 3. Продолжение. Правда, не все представленные вещи принадлежали звездам. Юная и талантливая художница Мария Полуцыган, ученица Воскресенской детской школы искусств, передала свою девушку весну. Я рисую, потому что мне нравится. Я рисую, потому что душа хочет этого. То есть я пытаюсь как-то выразить свои эмоции и себя. Я в будущем хотела бы связать свою жизнь с рисованием. И я уже живу этим и не собираюсь менять жизнь. Собираюсь только развивать и больше и больше развивать свои умения и навыки. Каждый ребенок, несомненно, талантлив и очень важно нам, как преподавателям, раскрыть этот талант, направить, развить. Ну и, конечно, без помощи это сделать очень сложно. И большие слова благодарности я хочу передать и от преподавателей, от детей, от родителей детей художественного отделения, автору проекта, такого прекрасного творческого проекта, организаторам проекта и всем тем, кто принимает участие, кто хочет оказать нам помощь. Без этого, конечно, детям будет сложно заниматься. И благодаря вам у детей появится шанс получить более качественное художественное образование. Проект не только обеспечивает всем необходимым для занятий живописью, но и организует обучение у мастеров живописи, экскурсии в музеи, поездки на фестивали. Вот у нас на художественном отделении старые, тяжелые, изношенные мольберты, которые уже даже неподъемные. Для детей, для маленьких это очень сложно. С ними не выйдешь на улицу, не порисуешь на пленэрах. В общем-то, знаете, и с натюрмортным фондом, и со столами. У нас, как сейчас, должны быть каждый кабинет мультимедийными досками оснащен. У нас этого нет. Хотя вот как, когда художникам объясняешь, как не на этом оборудовании показывать все репродукции, изучать их, презентации прекрасные. Вот так, что у нас есть куда направить средства. И таких школ очень много. Цель проекта – помочь всем детским сельским школам искусств в регионе. Потому что именно в глубинке у людей зачастую нет возможности вкладывать средства в талантливого ребенка. Нужно прокормить, обуть и одеть. А купить краски и кисти – порой непозволительная роскошь для деревенской семьи, в которой, кто знает, может расти будущий известный художник с мировым именем.